Девочка-пай Джулия, шевелись. Забыла, сколько мы должны успеть за сегодняшний вечер? Я не хочу все сваливать на бане. Я никуда не пойду. Что? Как это будет выглядеть, если ты откажешься поддержать женщину, чей необыкновенный альтруизм нашел отпрыг в печати? Там будет Мэйсен. Ну, разумеется, он там будет. Надеюсь, там вообще будут все капвалы, если шести намерен. Августа, для Мэйсена это прекрасная возможность устроить очередное шоу. И одному Богу известно, что на этот раз придет ему в голову. Он обязательно придумает что-нибудь, лишь бы унизить меня перед собравшимся. Почему? Боишься, что не устоишь? Ага. Ты боишься, что не выдержишь и простишь его. Итак, если повезет, нашей певчей птичке вечером уже не будет в Санта-Барбаре. Так что, если хочешь позвонить и проститься... Не хочу. Я говорю, скатертью дорога. Несмотря на то, что Саша буквально вешалась мне на шею, я не стану оплакивать ее отъезд. Просто я не думал, что это произойдет так быстро. Может быть, теперь ты поймешь, что я способен выработать стратегию, которая приносит успех. Мэйсон, она еще не уехала. Спасибо за неослабевающую поддержку. Сколько времени? Около девяти, а что? Они уже давно должны были прийти, чтобы помочь мне. Кто? Августа. Ты сказал они. Она придет не одна? Может быть. Не знаю. Возможно. С Джулией? Я так думаю. Ты так думаешь. Мэйсон, я не хочу, чтобы ты был здесь, когда они придут. Я с трудом добился прощения Джулии после того, как ты заставил меня посадить ее на самолет, который разбился. Это было сто лет назад. Думаю, Джулия уже забыла об этом. Ты так думаешь, да? Знаешь, нелегко забыть, если человек чуть не умер от холода на вершине горы. Уверен, она не винит в этом тебя. Я даже думаю, что она и на меня за это не сердится. Ты хочешь сказать, что вы помирились? Мне кажется, мы очень близки к этому. Здорово. Просто замечательно. Ну, не хочу сказать, что все преграды уже устранены, но сегодня вечером я намерен избавиться от самой серьезной из них. Не слушай его, Банни. Мэйсон всегда торопится сказать, что дело сделано в много слов и мало дела. Как всегда. Пойду, поставлю цветы в воду. Не отговаривай меня. Президент посещал куда менее заметные города. Нет, мой мальчик. Именно здесь прекрасные условия для всевозможных проходимцев, желающих прослыть добропорядочными гражданами, защищающими несчастных бездомных и сирот. И нам необходимо вмешаться. Папа, мне нужна твоя помощь. Что случилось? Звонили из полиции, машину Круза нашли к северу от города, заваленную снегом. Боже, а ты говоришь о машине, но Круза в ней не было? Его ищут, но они не могут ничего сделать, пока не пригонят технику. Хорошо, только не волнуйся. Скажи, чем я могу тебе помочь? Отвези меня туда. Я просила полицейский вертолет, но они не летают в такую погоду. Идин, ты знаешь точные координаты? Да. Я записала. Нужно поехать к шерифу. Не знаю, поймешь ли ты эти каракули. У меня отвеслись руки. Я разберусь, дорогая, разберусь. Успокойся, мы с Грэгом отвезем тебя туда. Идем. 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 Привет. Привет. Ты разговариваешь? Это значит, что у тебя не смерзлись челюсти. Мы выжили. Здесь ужасно холодно. Пойду посмотрю, может удастся снова разжечь огонь. Прости меня. Я знаю, что должна была следить за огнем, но я не смогла бороться со сном. До сих пор не верю, что заснула. Наверное, ты так устала, что даже не чувствовала холода. Дело не в этом. Просто ты согрел меня. Я и не знала, что человеческое тело может быть таким теплым. Теперь знаю. О, Господи. Похоже, нас не торопятся откапывать. Снег все еще идет. Они даже не знают, где нас искать. По крайней мере, они будут искать эту бесценную лошадь. К тому времени, когда они обнаружат пропажу, все HP уже вернет ее обратно. Может быть. Во всяком случае, лошади могут долго голодать, а у нас на завтрак всего десяток сардин. Вот и ешь их. Не стесняйся. Я надеялась, что ты так скажешь. Что-то ты слишком развеселилась. Надо было тебе уехать в Мексику. Инспектор, про Мексику. Я сейчас думаю, меньше всего. Смотри, в руках ничего. В рукавах пусто. И в карманах тоже. Если ты ждешь извинений, то ждать придется долго. Ты мог бы распугать всех птиц, если бы они еще не улетели на юг. Правилами безопасности должно быть запрещено разговаривать с тобой до полудня. Ты должна кое-что понять. После смерти родителей я всегда жил один. Разумеется, тюрьма не в счет, но это... Ты меня не слушаешь. Я хочу извиниться. Я много думала. С тех пор, как мы встретились, мне больше всего хотелось жить с тобой. Но ты сказал нет. И теперь, обдумав все, я поняла, что ты прав. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из нас торопил события. Я прощена. Майя. Кажется, ты впервые попросил меня о чем-то. Я не хотел этого делать. Над чем ты смеешься? Как это на тебя похоже. А теперь моя очередь задать тебе вопрос. Какой? Победитель вернется ко мне сегодня? Ой, ну вот. Видишь ли, Келли, я обещал тебе, но не знаю, сможем ли мы принять участие в аукционе. Вот как. Почему? Я получил новую информацию об игорных махинациях Ханта и должен заняться этим. Информация здесь. Если тебе интересно, посмотри в этом ящике. Тебе не любопытно? Я верю тебе. И зачем мне нужна скаковая лошадь? Она мне ни к чему. Лучше завести кошку, как все люди. Келли, открой ящик. Здесь нет ничего, кроме этого. Ну так открой. Роберт. Это же бриллианты. Неужели? А я решил, что стекляшки? Ну-ка, покажи. Я никогда не видела ничего подобного. Женщина, которая хочет владеть породистым животным, должна подними волосы, одеваться, соответственно, чтобы затмить его. Когда ты купил их? Когда подумал, что мне придется просить прощения. Я опытный взяточник. Ты думал, что я рассердилась? Я испугался, что обидел тебя, и ты можешь не вернуться. Я люблю быть один. Но такого одиночества мне не надо. Спасибо. Я просто устала, Августа. Последние два месяца Мэйсон только тем и занят, что действует мне на нервы. А это утомляет. Вчера он добился того, что мы оказались вдвоем в тюремной камере, и хотел накормить меня пикантной телятины. А теперь ответь мне, где человек может научиться подобным фокусам? Он покорил тебя с помощью жалкого куска мяса. Взял штурмом твое неприступное холодное сердце. Пикантная телятина здесь ни при чем. Значит, ты признаешь, что лед тронулся? Я ничего не признаю. Что же в таком случае он сделал? Прочел наизусть сонет? Или он уже вышел из того возраста, когда читают Шекспира? Он ничего не сделал ради меня, понятно? Он даже не знал, что я видела. Я жду. Он отдал свое пальто? Я знаю, что он может купить новое, может купить 10 новых пальто. Но как он это сделал? Он сделал это, когда его никто не видел. Ты безнадежна. Это все равно ничего не значит, просто я была растрогана. Это ты делаешь из мухи слона, а не я. Тогда идем на прием. Чего тебе бояться? К тому же, кто-то должен помочь мне сделать выбор. О чем ты говоришь? Я провела подготовительную работу и выбрала пять самых богатых мужчин Санта-Барбары. Не считая Си Си Кэппелла. Надеюсь, сегодня увидеть их всех. Аргуст, а что ты задумала? Наградить одного из них званием лучший представитель породы? Именно так ты стала, миссис Энтони Тоннелл. Я слишком долго витала в облаках, поэтому я оказалась у разбитого корыта. Пора изменить тактику. У тебя совсем другой случай. У тебя есть выбор. Муж любит тебя. Ну, разумеется, у него полно недостатков, но он любит тебя. А ты любишь его. Просто ты вынужден сдерживать все те чувства, о которых остальные давно забыли. Должно быть, ты неверно истолковала то, что я сейчас сказал Банни. Мне плевать на то, что ты сказал Банни. Мэйсон, мы с тобой хотели быть партнерами по бизнесу. А после того, как я по твоему совету вложила изрядную сумму в дело, которую ты счел надежным, ты куда-то пропал. Так что извини, но мне это кажется несколько странным. Саша, это не тот случай, когда рассылаются же квартальные отчеты. Я знаю, что это за бизнес, Мэйсон. И не требую никаких отчетов. Единственное, что я увидела за свои 100 тысяч долларов, этот проходимец Бернарда. Кто он такой? Ю-Ивс, бухгалтер. Он партнер. Все это сделано ради нашей же безопасности, ибо у меня нет ни малейшего желания общаться с Крэгом Хантом. А у тебя? Я вообще не понимаю, зачем иметь с ним дело. Прямо или через подставное лицо. Похоже, ты уже забыла, что идея вложить деньги в этот бизнес принадлежит тебе, а не мне. Да. Но я надеялась, что все будет делаться через третье лицо. Именно поэтому я и нанял Бернарда. Понятно. Тогда почему он все время заставляет меня подписывать бумаги? Какие бумаги? Сам знаешь, какие. Разные и много. Последняя вообще была связана с какой-то собственностью. Только не говори, что ты ее подписала. Бернарда заставил меня. Идиотка! Ты что, не видишь, к чему клонит Хант? Мэйсон, я не знаю, чего ты от меня хочешь. Я думала, что ты тоже подпишешь ее. О, нет, 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 нет. А что мне оставалось? Ты не отвечаешь на мои звонки и не объясняешь, что происходит. Мэйсон, у меня будут неприятности. Ладно, никогда не начинай волноваться раньше, чем начнутся неприятности. А что мне делать? Скажи, Мэйсон. Возможно, Хант защищает тебя. Может быть, он еще ничего не знает. Не знает что? Ходят слухи, пока абсолютно не подтвержденные, что о нашей операции стало известно. Полиции? Ты считаешь, что может быть облава? Прекрасно. Просто прекрасно. Они придут и увидят всюду мои подписи. Мэйсон, нужно что-то делать. Увидят они подписи или нет, но Ханту известно твое имя, Саша. Тебе лучше исчезнуть из города и как можно дольше не появляться. Хорошо. Ты прав. Я уеду в Паунстрингс. О, нет, это слишком близко. По крайней мере, ты должна уехать из Штата, а еще лучше из страны. Хорошо. Но я никуда не уеду до тех пор, пока ты не разберешься с этими людьми. Саша, это невозможно. Хант разогнала их. Я не знаю, где они. Меня не интересует, как ты доберешься до них, но ты доберешься до всех. Это самое малое, что ты обязан сделать. Ты еще не понял? Я не хочу возвращаться в Мексику. Если бы я могла, то распрощалась бы с ней навсегда. Я говорил тебе, что такое может случиться с любым полицейским. Твои коллеги не станут винить себя. Ты не знаешь людей, с которыми я работаю. Это дело поправимое. Я ведь сказал, что замолвлю за тебя словечко. Да, но сам-то ты веришь в это? Я не говорю того, во что не верю. Думаю, ты бы поймала его, если бы я не вмешался. Я с радостью скажу об этом. Слушай, это мое дело. И я сама с ним разберусь. Окажи мне услугу, давай сменим тему. Думаю, ты прав. Хватит. Что ты делаешь, скажи на милость? Огонь почти погас. Выгляни в окно. Небо слилось с землей, и все белым-бело. Даже если тебе встретится дерево, не заваленное снегом, ты не найдешь дорогу обратно. По-твоему, я похожа на идиотку? Та-да! Не сильно повлияло на кровообращение, но все-таки немного лучше. Ты умеешь создавать проблемы, тебе это известно? В следующий раз. Давай остановимся на необитаемом острове, идиот. Хорошо, что я не страдаю излишней стеснительностью. Подумайте над тем, чтобы впредь забирать дверь или брать плату за вход. Должны быть у тебя веской причины, раз ты явился сюда днем. Я решил, что тебе будет интересно узнать, что Хант собрался сменить адрес. Яхта уходит? Возможно, в конце недели, а может и раньше. Куда? Не знаю. Большой секрет. Пункт назначения неизвестен. Может, ты все же найдешь документ, который нам нужен, раньше, чем он отводит неведомо куда? Как? С помощью этого? Я ждала тебе пленку, Рик. В чем дело, Рик? Ты потерял ее? У кого-то из нас неважно с мозгами, и явно не у меня. Я сфотографировал несколько столов для рулетки. И что? Это твоя яхта и твоя компания. Почему любая облава должна связать все это с Хантом, а не с тобой? Ты же толковый парень, Рик. Придумай что-нибудь. Что я должен сделать? Попросить Ханта самого запустить рулетку и улыбнуться в объектив? Нет, ты должен найти бумаги, контракты, счета, документы с именами и адресами. Да, возможно, Хант и дурак, но он не настолько глуп, чтобы не держать такие вещи под замком. За ту тысячу в день, которую я плачу тебе, ты будешь мыть стекла, если я потребую. Келли, увидимся на приеме. Мне нужно кое-что сделать, хорошо? Конечно. Пожалуйста, Рик, не забудь о том, что ты тоже рискуешь, как человек, которому Хант доверяет. Так что, если не хочешь сделать это за деньги, позабудься хотя бы о собственной шкуре. Очень трогательно. Рик, обычно ему это не свойственно, вы напрасно цапаетесь друг к другу. Он хочет заставить меня чувствовать себя подонком за то, что я беру у него деньги, а я их не просил. Всегда так реагирует на плохие новости, но нам действительно нужны фотографии. Вам нужны фотографии? Прекрасно, я все сделаю. Рик, сейчас неподходящее время, чтобы спорить с Робертом. Зачем мне это делать, Келли? У него нет ничего такого, что нужно мне. Решительно, ничего. Я пойду с тобой. Я работаю один. Каждому фотографу требуется ассистент. Буду помогать протирать объектив. Я вам обещаю. Когда погода улучшится, мы начнем поиски мистера Кастильо. Но пока идет снег, ничего сделать нельзя. Послушайте, что я скажу. Нам говорили, что в такую погоду мы не доберемся сюда, из Санта-Барбара. Но мы здесь. Нам нужен человек, который знает местность. Мы сами будем искать. А далеко вы уйдете, если сойдет еще одна лавина? Вы не знаете, что такое снегопад в горах? Если поднимется такой же ветер, как сегодня утром, то будет гололед, какого не было лет пятьдесят. Позвольте нам попытаться. Дайте одного человека и проводите туда, где нашли машину мужа. Прошу вас, я не могу больше ждать. Вам известно, что главная дорога закрыта. Придется идти пешком, к тому же в гору. Я знаю одного ненормального, который, наверное, согласится проводить вас. Но мне нужно найти его. Кто-нибудь из вас хочет пойти со мной? Я пойду. Я должен пойти позвонить. Знаешь, папа, если бы пару дней назад кто-нибудь спросил у меня, что такое ад, я бы ответила, что для меня это жизнь без Круза. Но я ошибалась. Пусть бы он решил, что никогда не сможет простить меня, и что мы больше никогда не будем вместе. Настоящий ад для меня наступит. Если я так и не смогу сказать ему, что была неправа. Дорогая, не терзай себя. Нет, папа. Я никогда не любила Роберта. Меня потрясло то, что он сделал для меня. Я считала, что должна чем-то отплатить ему. Но мне нечего было дать ему. У нас не было будущего. Это было безумно. Я сходила с ума. Я думала, что смогу дать ему почувствовать свою признательность, а потом как по волшебству вернусь в свою жизнь. Но я поняла одно. Чем дальше я ухожу от Круза, тем меньше остается меня самой. Я не знаю, в чем причина, но это так. Как ты думаешь, огонь еще долго будет гореть? Может быть, полдня. Жаль, что здесь нет скандинавской мебели. Она здорово горит. Конечно, если сразу не задохнешься от дыма, когда начинает гореть лак. Для человека, который чудом не превратился в кусок льда, ты что-то слишком весела. О, сама не понимаю, в чем дело. В твоем присутствии проявляются мои лучшие качества. Правда? Еще совсем недавно ты говорила, что я только оскорбляю тебя. А что ты ждал? С утра пораньше начинаешь издеваться надо мной. Это слишком даже для меня. Не знаю, много ли найдется людей, способных ужиться с тобой. Временами ты просто невыносим. Это именно то, что мне нужно. Ты напоминаешь мне о том, что на планете еще есть жизнь. На тот случай, если я вдруг решу вернуться к людям. А ты решил? Не уверен. Единственное, что я твердо знаю, это то, что снаружи гораздо холоднее, чем здесь с тобой. Я буду скучать по тебе. Если не прекратится снегопад, ты можешь навсегда остаться со мной. Так что не переживай. Эй! Смотри! Кажется, ты произнес волшебные слова. Посмотри-ка туда. Тебе не кажется, что видно голубое небо? Да, но надолго ли это? Ты видишь то же, что и я? Да! Дерево! Вывороченное с корнем! Дай-ка мне топор. Постой. Сейчас моя очередь поддерживать огонь. Ты помнишь? Перестань, отдай мне топор. Эй! Смотри под ноги, снег очень глубокий. Смотри. КОНЕЦ 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 Рик, нам нужны снимки порядковых номеров и тому подобное. Келли, иди сюда. Это пульт охранной сигнализации, о котором я говорил. Я могу отключить окна, могу отключить двери, но я не знаю, как отключить сейф. А где сейф? В кабинете. Рик, лампочка. Черт. Келли, это таймер. Надо уходить. У нас всего одна минута. Что нам делать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА БЕЛИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьми. Спасибо, папа. Ну что, нашли проводника? Он не понадобится. Уже начали расчищать главную дорогу. Снегопад кончился, так что... Прекрасно. Да, это отдал мне шериф. Что это? Они нашли это в машине Круза, но это ни о чем не говорит. Ошибаешься, это говорит о многом. Он был не один. Как дела? Нормально. Потерпи, я тебе помогу. Да. Садись сюда. Как только разгорится огонь, сможешь высушить одежду. Интересно, обо что же я споткнулась? Это могло быть все, что угодно. Камень, ветка, корень. Дорога была нелегкой. Я же велел тебе смотреть под ноги. Да, но я не послушалась. Нога болит? Сейчас сниму ботинок и посмотрю, что там. Ладно? Может быть больно, терпи. Извини. Все в порядке. Надо что-то делать. Приложить бы компресс, не то опухнет. Блузка достаточно мокрая, можно использовать ее. Хорошо. Почему бы тебя самой не снять? Может, тебе надо было стать доктором, а не полицейским? Слишком долго учиться. Я бы свихнулся. Ты прекрасно ухаживаешь за больными. Мне кажется, нога уже меньше болит. Не туго? Нет. Отлично. Посмотрю, чем тебя можно согреть. Августа, вам звонили. Не сейчас, Банни. Прошу тебя, все карточки перепутаны. Боже. Вашу лошадь украли. Украли? Да, прошлой ночью. Какой-то парень проник в конюшню и увез ее. О, боже. Я разорена. Это конец. Да нет, все в порядке. Ее уже нашли. Нашли? Ничего не понимаю. Этого парня поймали в округе Мона, а лошадь скоро доставят обратно. Я дал указание. О, Банни, ты просто спас меня. Я никогда не смогу отблагодарить тебя. Большое спасибо. Не за что. Самая короткая трехактная трагедия, которую я когда-либо видела. О, какая прелесть. На какой стул ты хочешь их поставить? Мэйсон передал их тебе. Банни, ты не мог бы забрать их. Уверена, ты найдешь им место. Джулия. Банни, я бы очень хотела оставить это с букет себе, но если я сделаю это, в следующий раз тебе придется доставлять мне корзину. Поверь мне, так будет лучше для всех. О, мисс Шмидт, Энтони перевернулся бы в гробу, если бы увидел, в каком виде вы появляетесь на людях. Твой бандит вытащил меня прямо из клуба. Он даже не дал мне переодеться. Мои извинения. Если вы хотите заняться своим туалетом, с удовольствием понаблюдаю. Я ничуть не сомневаюсь в этом, но я не намерена доставить тебе это удовольствие. Ты нисколько не переживаешь. Ты даже не расстроена тем, что сделала с Тоннеллом. Ты счастлива, что осталась жива сама, Саша. И это радует тебя больше, чем общение со мной. Я надеялась, что мне посчастливится, и я больше никогда не увижу тебя. Надо было думать об этом раньше, прежде чем ты влезла в мой бизнес. Влезла? Да, он принадлежит тебе. Нет, не я, а сам бизнес. Взгляни. Крэг, я не хочу надеть им. Это не устраивает тебя и твоего безымянного партнера? Я не понимаю, о ком ты говоришь. Вчера кто-то хорошо пошарил в моем столе. Искали документы. И кое-что пропало. Все подписанные тобой бумаги. И я нашел вот это. Смотри, с инициалом К. Кто это был, Саша? Я не знаю. Я думал, что ты с радостью присоединилась к нашему маленькому бизнесу. Согласился с настоятельным требованием этого Бернарда, что твой партнер останется безымянным. Я хотел работать. Но теперь вижу, что ты стремишься откреститься от всего. И у меня такое чувство, что происходит что-то не то. Ты в своем уме, Крэг. Неужели ты думаешь, что я хочу потерять свои деньги? Прекрасно. Значит, ты не откажешься сделать маленький жест доброй воли. Видишь ли, твой партнер не знал, что особо важные документы я храню здесь. Что это? Не узнаешь? Ты подписала это неделю назад. Это значит, что ты совладелец бизнеса. Видишь, здесь пустое место. Я хочу, чтобы ты вписала сюда имя твоего партнера. Саша, ты ведь знаешь, кто это. И я догадываюсь. Так что давай, пиши. Похоже, у меня есть для вас хорошие новости. Вы нашли его? Нет. Но один из рабочих, занятых на расчистке дороги, видел дым, идущий из трубы примерно в миле от того места, где нашли машину. Вы считаете, Круз может быть там? Мы пошлем туда людей, они все узнают. Я поеду туда. Почему бы тебе не подождать, пока все выяснится? Я могу поехать туда? Поезжайте, пожалуйста. Дорога открыта, я не могу запретить вам. Я поеду. Если мой муж действительно там, я имею право первой увидеть его. Мне казалось, ты собирался сам все сделать, Рик. Спроси об этом у своей подружки. Она настояла на том, чтобы пойти со мной. Я думала, так будет лучше. Сработала сигнализация, но мы успели скрыться. Еще мы добыли фотографии, о которых ты говорил. Он был прав, Роберт. Одних фотографий мало. А сейф поставлен на сигнализацию, мы не смогли открыть его. Именно это я и пытался объяснить тебе, но ты меня не слушал. Вот, Рик, держи. Считай это выходным пособием. Больше ты нам не нужен. Выходное пособие? Я ни в чем не виноват, она... Никаких сцен. Я решил, что мы обойдемся без тебя. Твои фотографии очень милы, но мне кажется, что Келли вполне справится сама. Без тебя. В таком случае, пусть она и забирает эти деньги. Давай, Келли, возьми их. Ты же их заработала. Роберт, ты все время заводишь его. Зачем? Он смотрит на меня так, словно я что-то украл у него, а мне это не нравится. Что мы будем делать? Подкинем пленку к дверям Круза? Я полагаю, что стоит организовать встречу инспектора с его таинственным информатором, верно? Моё имя Мэйсон. А как пишется фамилия Кэппл, Санта-Барбер их знают все. Если тебе нужна посадочная карточка, напиши сам. Благодарю. У тебя есть ручка? Нет. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Можешь, пересядь за другой стол и не мешай мне. У меня такое впечатление, что мы решаем алгебраическую задачу. Здесь так тихо, как и на экзамене в школе. Не уходи. Если я останусь, ты постараешься втянуть меня в бессмысленный разговор. Я люблю тебя. Это не бессмысленно. Это самая осмысленная вещь, которую один человек может сказать другому. Ты получила розы? Они у бани на кухне. Когда принесешь их домой, не забудь отдать одну Саманте. Почему ты так уверен, что я понесу их домой? Ты возненавидела меня навсегда? Я не испытываю к тебе ненависти, Мэйсон. Просто мне больше нечего сказать тебе. Тогда позволь говорить мне, ладно? Я расскажу тебе, что мне приснилось вчера. Мне снилось, что мы с тобой ныряем в океане. И нам почему-то трудно дышать, возможно, у нас не было аквалангов. Вода была теплая. И я до сих пор вижу, как колышутся у тебя за спиной твои волосы. Ты была прекрасна. Мне хотелось остаться там навсегда. Но мы погружались все глубже и глубже. Вокруг нас экзотические рыбы, фантастические краски. И я оборачиваюсь, чтобы сказать тебе об этом. Но тебя нигде нет. И я тебя не вижу. Все мгновенно стало темным. Я попытался кликнуть тебя, но вода хлынула мне в рот. И я... Я начал тонуть. А когда я открыл глаза, передо мной вновь были твои волосы, похожие на гигантский коралловый куст. Но тебя я так и не увидел. Я проснулся. На часах было 3.30. До 6 я тупо наблюдал за тем, как менялись цифры на табло. Ты не представляешь, насколько это увлекательное занятие, особенно, когда пятерка и девятка превращаются в два нуля. Бессонница... Страшная штука. Если тебе не спалось, не надо было лежать в постели. Я где-то читала об этом. Нужно было встать и немного походить. Спустя какое-то время ты бы уснул. У меня не было таких проблем, когда мы спали в одной постели. Воистину, твоя бессонница – веская причина, чтобы нам продолжать совместную жизнь. Джулия, мне показалось, что в ту ночь я увидел в твоих глазах нечто такое, чего не видел уже очень давно. Я подумал, может быть, ты все же вспомнишь, каково возвращаться домой и видеть, что я жду тебя. Помнишь, как я встречал тебя у дверей, усаживал камин и начинал гладить твои плечи? А потом мы ели в постели суп и крекеры и спорили о том, кому вставать, чтобы выключить телевизор. Тебе ведь тоже этого не хватает? Да. Но это не имеет значения. Это имеет огромное значение. Это значит, что мы сумели создать свой мир, в котором никому из нас не было одиноко. Все эти чудесные привычки, милые мелочи, они и вошли в нашу плоть и кровь. Это был воздух, которым мы дышали. А теперь мы задыхаемся и не спим по ночам, глядя в потолок, как в крышку заколоченного гроба. Я умираю без тебя. Жизнь уже больше не радует меня. И мне кажется, что с тобой творится то же самое. О, Джулия. Никому, кроме тебя, не удавалось заставить меня радоваться утреннему пробуждению. Никому? Никому. Мэйсон, случилось нечто такое, о чем ты должен знать. Черт побери! У тебя же есть глаза. Разве ты не видишь, что я занят? Кто дал тебе право вести себя подобным образом? Ах, да, у меня же твои бесценные бумаги. Если бы я стала ждать, ты ободлился бы гораздо сильнее, Мэйсон. Наверное, мне так и следовало поступить. Крэг Хант ведь не предупреждает тебя. Причем здесь Крэг Хант? Один из его подручных затолкал меня в машину и привез к нему на яхту. Похоже, ты был не слишком аккуратен, когда влез в его офис. Вот это ты забыл там. Ему не составило труда догадаться, что именно ты тот самый загадочный партнер, о котором я молчала. Так что извини меня, Мэйсон, что я помешала тебе, но я подумала, что тебе пора выбрать какую-нибудь страну, в которой ты проведешь зиму. Я бы одолжила тебе свой атлас, но благодаря тебе он нужен мне самой. Ты не должен был позволять мне спать. Почему? Тебе это полезно. Как нога? Болит, но терпеть можно. Слушай, у тебя руки чародея. Так больно? Чуть-чуть. Но зато мы знаем, что это не перелом. Нужно попытаться выбраться отсюда, Никки. Как скажешь, док. Если ты чувствуешь себя сносно, я постараюсь произвести разведку. Кажется, я слышал шум двигателя снегохода. Может, я найду кого-нибудь, кто вытащит нас отсюда? Хорошо. В чем дело? Ты не хочешь оставаться одна? Нет, просто... Это глупо. Что? Если ты кого-нибудь найдешь, а я очень надеюсь на это, сюда сразу же сбегутся разные люди, начнется суматоха, и мы с тобой даже не сможем попрощаться. Это не бред. Мне есть куда возвращаться, и есть чем заниматься. Но я все равно буду скучать по тебе. Понимаю. Мне тоже будет не хватать тебя. Значит, будем держать связь? Конечно. Я скоро вернусь. Надеюсь, что скоро. Что ты делаешь? Что с тобой? Перестань, Никки. Никки, не надо. Я хочу, чтобы ты вспоминал меня. Ник... Я не могу этого сделать. Субтитры сделал DimaTorzok